Летом славянским ребятам можно не только хорошо отдохнуть и оздоровиться, но и заняться общественно полезным трудом. В 16-й школе, где побывала наша съемочная группа, этому направлению работы уделяется большое внимание. Во время продолжительных летних каникул у славянских школьников находится время для всего интересных увлечений, активного отдыха, увлекательной работы. Летняя занятость – это не только организация досуга, но и развитие трудовых навыков. И в 16-й школе это прекрасно понимают. Ремонтная бригада – хорошее подспорье для образовательного учреждения, чтобы привести его в полный порядок к новому учебному году. Конечно же, ремонтные бригады – это возможность детям реализовать себя, заработать свои какие-то первые деньги, скажем так, на свои нужды. Основной задачей ремонтный бригад является заинтересовать, привлечь к работе детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Детей из семей СОП, детей, состоящих на различных видах учеток. Старшеклассники помогают школе стать более красивой и ухоженной. Хорошо и то, что они трудоустроены и зарабатывают за свой труд деньги, которые смогут потратить на собственные нужды, что им особенно приятно. Я рад, что школа нам дает подобную возможность заработать себе на какие-либо личные расходы, чтобы не просить у родителей. Также они нам дают жизненный опыт в работе или еще что-либо. Также мы помогаем в школе по факту. Мы делаем кабинеты, убираем здесь, подметаем. Трудовая четверть проходит в окружении школьных товарищей, с которыми можно пообщаться. Они же при необходимости подставят свое плечо, помогут в работе. В ремонтной бригаде нахожусь в первый раз. У нас очень большой, дружный и сплоченный коллектив. Мы помогаем нашей школе всегда оставаться в хорошем виде. Мы делаем пришкольную уборку, подметаем дворы, помогаем нашим учителям с растениями, делаем косметический ремонт нашей школы. Во время работы ребята приобретают ценные навыки и привычку к труду. И когда они, окончив школу, выйдут во взрослую жизнь, это им очень пригодится. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».